16-летним мальчишкой он ушел на фронт защищать родину от фашистских захватчиков. В 18 лет уже командовал батареей. Сейчас грудь Николая Ивановича Казанцева увешана медалями и орденами, и он отмечает свой 96-й день рождения. За каждый из наград скрывается целая история, ведь на счету именинника не одна битва. Николай Иванович участвовал в освобождении Севастополя, Симферополя, Польши и Чехословакии. Настоящий воин. Даже в День Победы в 45-м он залечивал боевые раны в госпитале в городе Иванове. Обо всем этом Николай Казанцев поведал и росгвардейцам, которые поддерживают теплые отношения с ним уже на протяжении нескольких лет. Мы можем часами сидеть, разговаривать, вспоминать. Он очень интересно рассказывает о своих годах Великой Отечественной войны, когда он служил. Да, Николай Иванович прошел всю войну, несколько раз был ранен. Он награжден множественными медалями и орденами. Среди них есть и орден Красной Звезды, и он еще является кавалером, орденом славы третьей степени. То есть это великий человек в прямом смысле слова. Даже в условиях пандемии Росгвардия не оставила именинника без внимания. Разумеется, с соблюдением всех мер безопасности. К поздравлению присоединились артисты драмтеатра, представители риэлторского агентства и, конечно, супруга Зинаида. Целый мини-концерт, подарки и море теплых слов. Такое торжество не оставило бы равнодушным никого. Я очень рад и очень-очень глубоко, глубоко благодарен. Глубоко благодарен. Это организация одна, которая никогда меня не забывает. Это большое им спасибо. Дай Бог еще им сто лет жизни. Сто лет жизни. Дай Бог, чтобы они не забывали больше меня. Но мы еще встретимся, наверное, не один раз. А мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Николаю Ивановичу крепкого здоровья и долгих лет жизни. Дмитрий Сергеев, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей.